Оренбуржцев, попавших в зону подтопления, временно освободят от уплаты коммуналки. Об этом накануне сообщили государственные пропагандистские СМИ со ссылкой на губернатора Паслера еще раз. Для тех, кто на бронепоезде или не расслышал, с первого медленно оренбуржцев, пострадавших от разрушения дамбы и последующего за этим вселенского звездеца, накрывшего целый российский регион, освободят от уплаты коммунальных платежей. Во всяком случае, до момента, пока люди не смогут вернуться в свои дома. Это просто праздник какой-то. Слушайте, ущипните меня кто-нибудь, мне это не снится, я не в доме печали нахожусь. Целый регион уходит под воду, уже регион. Оценить масштаб катастрофы до сих пор не представляется возможным, поскольку пик разлива еще не пройден в субботу. Мы с вами говорили о том, что тонет Орск в воскресенье под удар попал и Оренбург, который вообще в двух сотнях километрах от того Орска находится. Я уже не говорю про мелкие населенные пункты. Из берегов выходит не только Урал, но и впадающие в него реки. Чиновники с дрожью в голосе говорят о том, что это какой-то кошмар. Чрезвычайной ситуации в регионе присвоен федеральный статус. Об этом заявил Александр Куренков во время заседания правительственной комиссии. Также он дал ряд поручений. Но это не точно. А кто-то, оказывается, все это время сидел и думал, так драть с людей бабки за коммуналку-то в данной ситуации или не драть? Ну как кто-то думал, все же понимают, кому именно в нашей стране принадлежит весь коммунальный бизнес правильно. Прикорыбникам, тем же чинушам, их родственникам, друзьям. Друзьям друзей, так вот эти упыри, как выяснилось теперь, даже в текущей парадигме прикидывали, как бы харю-то себе наесть. Не удивлюсь, кстати, что после все эти сироты в первых рядах побегут за государственными субсидиями, как наиболее пострадавшие, за какими-нибудь льготами и преференциями, хотя даже могу забиться, так оно и будет, и им дадут. Баба Нюра и Дед Мазай хрен чего получат, а уж сироты своих власти точно не бросят, впрочем, а кто-то удивлен. Это реальная журналистика, беда не приходит одна тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Ну и вот как раз еще поводов для гордости подвезли. Прилетело, как говорится, откуда не ждали. В Госдуме предложили россиянам самим страховать жилые помещения для получения выплат в случае стихийных бедствий. Если совсем по-простому, там снова сказали, ребята, позаботьтесь о себе сами. Я просто поплопаю. С блестящей инициативой выступили сразу несколько депутатов. Светлана Бессараб, заявившая, что у властей просто нет денег, дабы компенсировать потери людей в полном объеме. Ее цитату приводит газета РУ. И так, то, что государство поддерживает пострадавших, это действительно поддержка на первое время. Хотелось бы. Чтобы в случае наступления таких вот трагичных событий у граждан была возможность получить большую сумму, но для этого необходимо заключать договоры страхования, имущество жизни и так далее. Чего? Впрочем, коллега госпожи Бессараб, депутат Нилов, пошел еще дальше и выкатил целый законопроект по этому поводу. Когда успел настрочить только ай продуктивный какой, ну да мы отвлеклись, рассказываю. Если дамочка, о которой сказал выше, всего лишь порекомендовала своим избирателям страховать дома на случай катаклизмов, то Нилов с пацанами, с авторами гениального законопроекта, предлагают сделать данную процедуру. И вот сейчас держитесь за что-нибудь правильно, обязательной. Плату за страховку хотят включить в платежку ЖКХ и, в общем, башляй, Валера, мало ж тебя имеют-то, верно? Я вот просто, я вот таких вещей, когда смотрю, у меня просто волосы оставшиеся на голове дымом стоят. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Ага. Нет, Путин так не говорил в данном конкретном случае, это я дабы обстановку разрядить, но возмущение мое и правда не имеет предела. Объясните мне тупому, а на кой ляд мы тогда вообще налоги платим? Хорошо устроились эти чиновники и депутаты, куда ни пылюнь уже, ведь позаботьтесь о себе сами. Хотите достойную пенсию? Откладывайте, а не на государство надеетесь. За дороги, кстати, мы тоже сами платим посредством всяких там ОСАГО, Платонов, акцизов, заложенных в стоимость бензина и прочих скрытых поборов. Медицина в России так же 100 лет, как уже не бесплатная, она у нас страховая, если кто-то все еще не в курсах. Или вот дроны со взрывчаткой с неба падают, все чаще в последнее время опять. Позаботьтесь о себе сами, а теперь вот еще и данное хитрое предложение нарисовалось от милого сотоварища. Он у мамы точно молодец. Не пропадет пацанчик? Кроме того, вводится новый налог на осадки за обыкновенный дождь 100 лир, за проливной дождь 200 лир. Ладно, Стёп, предлагаю отбросить в сторону, давайте серьезно и честно. А ведь в том, что сегодня происходит в той Оренбургской области, виноваты именно чиновники. Причем нынешние чиновники, чиновники путинской эпохи, это на 100% их вина, теперь фактор. В субботнем выпуске, который делал по горячим следам, вот в этом на амбициях, разумеется, я именно полагал, что размыл эту старую советскую дамбу, много по этому поводу сокрушался, нет. Оказалось, дамба, вот эта вот, аварийная и даже уничтоженная, она наводила ей всего-навсего 10 лет. В 2014-м объект сдали в эксплуатацию, строили целых 4 года с понтами строили, с помпой, с пафосом. Миллиард бюджетных рублей туда, между прочим, варюхали и что в итоге сделали. Опять какую-то хрень из гопа и палок деньги по карманам кто-то рассовал и вся недолга. А теперь, значит, народ пусть страхуется, да ладно, серьезно. За последние 4 года у Ростехнадзора к этому сооружению были десятки замечаний. Почему в час икс дамба не выдержала? Разберутся следователи. Возбуждены два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Меня опять терзают смутные сомнения. Конечно, конечно, свежо предание. Только верится с трудом, плавали знаем. Пару-тройку случайных пассажиров привлекут и то вряд ли. А вообще бесстыжие пропагандистские рожи уже ведь врут о том, будь то причиной ЧП могли стать мыши, которые ту дамбу прогрызли. Как тебе такое, Илон Маск? Я предполагаю два фактора. Либо это человеческий фактор. Кто-то машиной горизонтального бурения пробурил и проложил какую-то коммуникацию для сброса сочных вод, допустим, в Урал. Но, посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прораз, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И этой двух-трехсантиметровой дырочке, отверстия, норки. Хватило бы, чтобы вода пошла через дамбу. Сергей Васильевич, вы меня, конечно, простите, пожалуйста. То есть мы строим за миллиард дамбу, которые грызуны прогрызли? Подобьем бабки, что имеем? А имеем мы 10 тысяч затопленных жилых домов почти в сотне населенных пунктов. Тысячи наших с вами соотечественников, которые остались без крова над головой или потеряли вообще все. Теперь эти люди должны еще и куда-то эвакуироваться. Я уже не говорю про тысячи ушедших под воду приусадебных участков. А это были чьи-то дачи. Про пострадавшие и разрушенные мосты. Про пришедшие в негодность земли сельхозназначения. Про убытки предпринимателей. И, наконец, кто за это ответит? Да никто, блин! Да и вообще, через пару-тройку месяцев о случившемся все забудут. Пострадавших, конечно же, опрокинут. А ура-патриоты под радостное улюрюканье пропагандистов начнут снова дружно ненавидеть Байдена, который, разумеется, гадит в российских подъездах. Ладно, это все переваривайте. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Подписывайтесь на канал. Лайки, репосты приветствуются. В соцсетях тоже жду. Друзья, добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем, обсудим. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова